Последние открытия археологов говорят о том, что люди жили на Ямале тысячи, а возможно и десятки тысяч лет назад. Затем на север пришли предки нынешних оленеводов-кочевников, которые позже стали торговать с русскими казаками. С установлением советской власти на свет появился и новый субъект – Ямалоненецкий национальный округ. С открытием в 60-х нефтегазовых месторождений началась новейшая история Ямала. А уже в 21 веке ямальские города и поселки изменились до неузнаваемости. И лучше других эти изменения видны тем, кто не был в округе 10, 20 или даже всего 5 лет. Например, участникам проекта «Герои Ямала». Юрий Минак проработал в полярной авиации более 20 лет. И вернувшись в родной Салихард, буквально не узнал город. Поразили не только новые дома. Здесь ничего не было. Северное удобство. Приходишь, вот так вот стоишь, попляшешь, пока что не замерзнут. Ну и так ждешь. А сделали, конечно, очень здорово. Теплые остановки, новые дома, детские сады, парки и скверы – далеко не единственное, чем восхищаются вернувшиеся на Ямал его герои. Инфекционист Фавзия Абдулина не смогла узнать родную Муравленковскую поликлинику. Уровень помощи пациентам вырос на порядок. Появилась новая аппаратура, которая облегчает труд все-таки и диагностику заболеваний. В здоровом теле – здоровый дух. Ноябрьск изменился не только внешне. Основоположница интеллектуального движения в городе Наталья Алексеенко утверждает, что посеянные ей зерна знаний дали на Ямале вполне зрелые ростки. Горжусь тем, что на данный момент интеллектуальное движение выросло до таких масштабов, что у нас такое впечатление, что полгорода играет в игры что, где, когда. Меняются не только города, но и самые отдаленные поселки. Ирина Золотухина три десятка лет обеспечивала толькинцев продуктами и товарами. Сегодня не скрывает восхищение родным селом, которое летом утопает в цветах. Ведь это же все для людей делается. Они пошли погуляли. Главное, есть где погулять. Есть дорожки. Есть вот эта красота вся. А Галина Малькова, работавшая в соцзащите Тазовского, с трепетом поясняет, что ее забота о жителях поселка и тундры перешла в надежные руки. Самое главное, что люди получают жилье. И я думаю, что они, в общем-то, сослужили все это. И, наверное, времена сейчас такие, что хорошо, что все это строится и делается. Глобальные изменения в Новом Уренгое видны невооруженным глазом и сразу по прилету. Жителей и гостей города встречает новый красавец аэропорт. Гарри Шварц, приложивший руки к обустройству самого первого промысла уренгойского месторождения, говорит, что и сам город не узнать. Даже в центре Москвы нет столько детских и спортивных площадок. А ведь когда город только зарождался, планы были совершенно другие. Думали, все, раз вахтовый метод, значит, люди будут приезжать, им уже не надо будет столько жилья, столько различных общественных зданий. Теперь совершенно ясно одно. Ямал – это место не только для работы, но и для комфортной жизни. Об этом постоянно напоминает и рулевой этого гигантского корабля. На Ямале мы очень уважаем и чтим последовательность, тот фундамент, который был заложен ранее. Поэтому наши новые задачи проистекают из работы моих предшественников. Это комплексное улучшение жизни северян. Двигаемся поступательно. Причем, как утверждают уже не археологи, а экономисты, социологи и политологи, это движение и развитие округа происходит в геометрической прогрессии. И сохранить заданный вектор – это уже задача следующего поколения героев Ямала.